По словам родителей, уже вынесли вещественные доказательства из захваченного кабинета. На следующей неделе Лена поедет на проверку. Ну а теперь, друзья, о приятном. Сегодня в 10 районах столицы наконец-то зажгли новогодние ёлки. Без огоньков осталась только одна, ну та самая многострадальная ёлка на Евромайдане. Как иронично отметила начальник департамента культуры КМД Светлана Зорина, каждому историческому периоду развития страны, нет, она как-то сказала по-другому, о каждому историческому периоду развития страны нужна такая ёлка. Ну я думаю, так оно прозвучало. Да, мне она нагадует арт-объект. Где зародживалася история главного символа революции, чому творцы Ялинки, ображені на страйкарів, докопалися наші завзяті Катя Сенченко и Саша Джусупов. Вот спросят меня через пару лет, Катя, где ты была во время Евромайдана? А я им и отвечу, да где Катя только не была, я даже на ёлочный каркас тогда залезла. И поверьте мне, я практически не покривлю душой, потому что все ваши ёлки революционные и не очень родом отсюда. Как откуда? Из Ильичовска. Здесь находится наша отечественная фабрика новогоднего настроения, по которой меня, кстати, провели и всё-всё-всё показали. Например, отсюда начинается жизнь всех главных ёлок страны, кроме тех, что везут из Китая. Здесь лежат уже изготовленные элементы каркаса конуса. Это основа ёлки. Дальше изготавливаются навесные элементы, которые выглядят как призмы и как трапеции. Вот они тоже. Здесь их сваривают, обваривают всякие технологические нюансы. Затем они поступают на покраску, и с покраски они приходят на обмотку. Каркасы, конусы, трапеции – понятно. А как изготавливается мишура? Сейчас выясним. С Новым годом, нажимайте эту кнопку. Хорошо. Микрофон. С Новым годом обязательно говорить, правильно? Без этого не будет мишуры. С Новым годом! Это просто! Мы изготовили эту мишуру в подарок новому каналу. И этой мишурой Катерина посвящается в Снегурочке. Ура! Мишуры наготовили в Снегурочке, посвятили. А теперь проверим коотечественную продукцию на мягкость. Раз, два, три. Ну вот видите, всё хорошо. Та ёлка, что стала символом революции, кстати, тоже родом отсюда. Делали её аж два года, и она даже вошла в десятку лучших ёлок мира. Сейчас по ней, конечно, этого уже не скажешь. Ты знаешь, Катя, многие революционеры, стоящие здесь, на Евромайдане, с тобой точно не согласятся. Потому что эту ёлку называют самой красивой в истории Киева. И она, кстати, является главным символом революции. Но Анатолий уверил меня, даже если бы вокруг зелёной не развернулись народные волнения, она всё равно бы не засияла к празднику. Люди ёлкой занимаются неквалифицированные, а фирма с создательскими влянами больше не хочет иметь дело. Недобросовестные вы там, в своей столице. Не рассчитались за услуги хранения и за услуги профилактики. Это, будем говорить, там, месячная зарплата моего коллектива. Да и собирать вы свою ёлочку начали не вовремя и неправильно. И вообще странно, зачем эти ветки вывезли на Майдан, потому что... Рано? Рано, потому что ёлка была не собрана. На ёлку, которая собрана до половины, нет смысла вешать ветки. А вот с теми ёлками, которые ещё в процессе создания, всё намного проще. И даже я могу приложить к этому праздничному делу свои любопытные ручонки. Попробую-ка прикрепить огоньки. Оказывается, быть новогодним эльфом не так уж трудно. Так, теперь надо спернуть. Так. Понятно. А что вы делаете летом? Летом? То же самое, что зимой, только немножко меньше. Тоже-то новое было? Заготовки на Новый год, да. Ух ты, здорово. Ладно, давайте продолжим работать, что мы заговорились. Оказалось, что я приняла участие в создании одесской ёлочки. А вообще в этом цехе рождаются шедевры и для других стран. В следующем году, например, фирма планирует подарить ёлку Арабским Эмиратам. В Дубае под Новый год устанавливается около 300 ёлок. И если нам удастся провести переговоры, провести выставку в Дубае, то не исключено, что мы будем проектировать самую большую, например, ёлку Эмири. А сейчас я вам покажу святая святых этой фабрики. Здесь рождаются те самые новогодние огоньки. В этом здании производят праздничную иллюминацию. Идёмте посмотрим. Иллюминации, кстати, на вашей киевской ёлочке было огромное количество. Даже сам отец-создатель затрудняется ответить, сколько светодиодов впало жертвой митингов. А на сумму-то какую космическую? Миллион двести пятьдесят тысяч гривен. Каждый этот элемент световой управляется отдельно. Компьютерная программа. И компьютерная программа писалась на эту ёлку три месяца. Но зла на митингующих отец-ёлочник не держит. Это наш ребёнок, эта ёлка. И мы долго над ней работали. Конечно, коллективу обидно. То, что ёлка пострадала, я считаю, всё-таки виноваты чиновники. Потому что не было необходимости вывозить эти конструкции. Было ясно, что в этом хаосе их могут разрушить, поломать. Но что-то я отвлеклась. Я же сюда и помогать приехала. Вот, например, этот сварщик явно нуждается в напарнике. Так, прислони, да. А-а-а! Куда? Это не запасно абсолютно. Так, положите, да. Решила поинтересоваться у моего нового друга, что ж кроме ёлок производят на их фирме. Но парень немного растерялся. Пришлось помогать. Лошадки. Лошадки, да. Гномики. Да-да, всё. Звёздочки. Всё может быть. Снежинка. Да-да. Снегурочка. Да. Снеговик. Всё пересчитать. Смотришь на них и понимаешь, эти ребята могут всё. Но, по словам Анатолия, превратить символ революции обратно в праздничную ёлочку уже не успеют. Тем более, что никто их об этом до сих пор и не попросил. А в Киеве сами вряд ли справятся. Мы как бы понимали, что те люди, которые взялись в этом году за монтаж этой ёлки, они её не соберут. То есть они могли всё это скрутить, собрать в виде ёлки, но запустить её маловероятно. Там не так всё просто. Так что главная ёлка страны в этом году, если и будет, то китайская. Ну или, может, натуральная. Наш ёлочных дел мастер считает именно так. Власти Киева и правда рассматривают вариант установить живую ёлку. Но, чтобы её тоже не разобрали на баррикады, они решили посоветоваться с людьми. Ну а эта маленькая, но талантливая фирма больше не хочет терять свои шедевры в Украине. Сейчас её руководство ориентируется всё на тот же европейский рынок. Так что делайте выводы, дорогие киевляне. Редактор субтитров А.Сёмкин